друзья всем большой привет с вами дмитрий сегодня я расскажу вам свое мнение о планарных внутриканальных наушниках арти т10 ведь они до сих пор актуальны а обзора на канале пока еще не было непорядок будем исправлять бренд арти появился резко и начал стремительно набирать обороты буквально за несколько месяцев выпустили 4 модели и начали именно с т10 самых интересных во всей линейке по моему мнению а вот дальше уже пошел скорее регресс чем прогресс но это уже совсем другая история стоимость наушников на сегодня составляет порядка 50 долларов ну а теперь приступим конкретики наушники ребят поставляются в габаритной коробке в серо-белых тонах с красивой полиграфии изображающие наушники на фронтальной стороне а на тыльной стороне содержится ттх наушников контакты производителя и заводской график а чиха сдвинув рубашку мы обнаруживаем основную коробку из толстого картона который уже находится все самое интересное в комплекте мы имеем 6 пар амбушюр 3 из которых с черной ножкой довольно неплохие по качеству небольшой тканевый кейс на молнии с хорошей жесткостью в него как раз поместится пара наушников с кабелем и возможно какой-то негабаритный донгл ну и комплектный кабель визуально красивый не тяжелый жилы в прозрачной не липкой оплетки имеется простенький но функциональный это важно сплиттер интерфейсы подключения 2 pin 0.78 миллиметра и коннектор три с половиной миллиметра кратенько основные ттх излучателем выступает планар диаметром четырнадцать две десятых миллиметра чувствительность 96 децибел сопротивление 16 половиной он это говорит нам о том что аппетит у наушников есть от мощности хорошего тока им станет только лучше да и вам в итоге тоже заявленный частотный диапазон 20 герц 40 килогерц друзья если говорить о внешнем виде то он довольно простой и сдержанный форма шеллов не самая классическая основная часть имеет круглую форму и довольно приличный диаметр сбоку расположен бокс розетками 2 pin с маркировкой каналов но не разборчивый на прозрачном пластике бесцветные буквы r и l сложно визуально сходу разглядеть материал шеллов поликарбонат фейс плейты имеют декоративный элемент в виде круглой металлической пластины из алюминиевого сплава и она имеет свойство собирать царапины и довольно охотно на внутренней стороне шеллов имеется одно компенсационное отверстие очень малого диаметра второе отверстие но уже вентиляционно и она крупнее расположена рядом с блоком розеток 2 pin диаметр звуководов небольшой проблем с подбор амбушюр не возникла совсем также имеется бортик для зацепа амбушюр звуковод прикрыт металлической решеткой с мелкой перфорацией посадка очень удобная наушники легкие угол и диаметр звуковода исключают какой-либо дискомфорт или чувство распирания в слуховом канале попросту нет элементов которые могут давить или упираться в ушную раковину амбушюры я использовал по умолчанию gvc spiral dot fx9 кабель использовался комплектный но с коннектором 4 4 миллиметра ну а теперь друзья к основному звуку высокочастотная область может похвастать довольно открытым и проработанным звучанием в целом присутствует фирменная нотка планарной синтетики самые дальние высокие частоты усмирены того самого явного воздуха ребята вы не услышите но в общем звучание не темное конечно же ожидать от планара притемненной подачи как минимум странно количественно ребята высоких частот в разумных пределах и достаточно в 95 процентах случаев качественно на среднем уровне минус за синтетику и обрезанный дальний высокий частот серединка ребят характерно быстрыми и четкими ударными с мощными и резкими взрывными перебивками увесистый бас бочкой бастомом проработанные обертоны и четкая локализация в наличии макро динамика похвальная контрастные переходы от громкого к тихому впечатляют гитарные партии имеют отличную проработку в тяжелых жанрах на них имеется акцент очень живое эмоциональное звучание получается верхняя середина также имеет небольшой акцент но в некоторых композициях излишне верчит в целом на мой вкус без криминала но другому может стать перебором имейте это в виду нижняя середина массивный телесно женский вокал очень понравился определенно зачет эмоциональный пронзителен в хорошем смысле этого слова баретон также показался эффектным и открытым в целом низкий мужской вокал играл прям здорово рык агрессия хрипотца массивный вокал низкие частоты отрабатываются умело саббас понравился глубокий с массажным эффектом конечно радикальным басхедом особо поживиться будет нечем но большая часть аудитории однозначно будет удовлетворена бас бочка плотно и упругая телесно передают каждый удар с приятными затуханиями без растянутых хвостов мид бас также готов похвалить без избытка бубнижа и других паразитных призыв общее разрешение ребят высокая благодаря развитой верхней середине и неплохим высоким частотам звучания имеет объемы живую подачу сцена средняя во всех проекциях тут без откровений также как и чуть упрощенные фоновые планы и виртуальные образы ну а теперь ребят пару слов о звучании с теми источниками что у меня есть на руках темп атака в 6 дал отличный буст на высоких частотах общее разрешение выросло появилась больше информации низкочастотная область приобрела более глубокий саббас и более четкие и хлест такие удары барабанов сцена стала существенно шире шанлинг м1с показал неплохой саббас если сравнить с темп атака 6 в плане визуализации картинка больше сфокусировано к центру но меньше объема более расхлябаны ударные но тем не менее если судить в отрыве от темп атак то качественный уровень хороший именно этот шанлинг отличается от большинства своих собратьев более агрессивной и аналитичной подачей шанлинг h2 в сравнении с тем же темп атак в 6 он более музыкальный но менее детальный слушая его хочется сделать погромче в плане того что он готовит вкусный звук не хочется добавки где-то сглаживает излишнюю остроту и добавляет маслица в виде низов получается более удобоваримая пища для большинства скажем так также он характерен очень широкой сцены даже шире нежели чем у темп атак вот мой любимый портативный цап фосе аудио ds2 2024 внезапно прям прекрасно раскрыл наушники края проработаны высокие частоты ничуть не срезаны также как и саббас очень ударно отличный мид бас и вокал раз за разом меня этот саб удивляет ну а теперь небольшое сравнение с двумя парами других наушников первыми у нас выступают тоже планарные наушники кефайн колонар имеют существенно более развитые высокие частоты и верхнюю середину звучание более чистые воздушные но саба и мид баса меньше общая отработка в низкочастотном диапазоне слабее и менее фундаментально в целом из-за более интенсивных верхов звучание уходит свет вниз недостаточно поддерживает общую подачу звучание может утомить при прослушивании в долгую ну а вторая пара киви эрс мелоди сильно насыщенная нижняя середина я бы даже сказал слишком насыщенная и вновь саб бас менее выражен в глубину и по громкости на первых планах мид бас и нижняя середина ударные не такие проработанные и богатые на послезвучие высокочастотной области где-то в дальних участках периодически доставляют дискомфорт излишние призвуки и пики ребят заключение я скажу так наушники имеют главное свойство комфортный и не утомляющий саунд во время подготовки и отслужки один из дней у меня выдался разъездным в дорогу я взял арти провел в наушниках я три часа к ряду закончить прослушку меня заставил только тот факт что я просто вернулся домой меня абсолютно не утомила не посадка не звуковая подача слушал я свой основной плейлиста в рандомном порядке практически не переключая треки потому как наушники лояльных записей совершенно не переутомляют на высоких частотах или верхней середине не сбалансированы и достаточны для всех жанров для меня эти факторы стали решающими выводах в положительных выводах ну а если кратко обобщить в плюсы я запишу комфортный звук с хорошим низом и внятными высокими частотами качественный комплектный кабель легкий и визуально приятный использовал его как основной но с коннектором 44 небольшой но функциональный кейс для переноски хорошая упаковка адекватная стоимость три пары качественных амбушюр но с черной ножкой что у нас из минусов первое это комплектный кабель за его несимметричный коннектор три с половиной баланс для планаров это я бы сказал необходимость во вторых требования к усилению от смартфона точно ничего хорошего услышать не получится ну и последнее на правах придирок отмечу простенький внешний вид шелов и один из наборов амбушюр бестолковый чисто для галочки но и по традиции ребят несколько тестовых треков для оценки звучания композиция группы но солнце of mind под названием like of humanity группы исполняют свое творчество в жанре прогрессив рок трек в меру агрессивный и довольно атмосферный наушники смогли показать свои умения в комфортной отработке верхней середины посредством ритм-гитары с характерным уходом в верхние ноты на протяжении всей композиции очень интересный хриплый вокал фронтмана и отличный ударный советую послушать любителям жанра наушники красавчики хорошо исполнили а вот да ребят это классическая музыка и с вашего позволения зачитывать название я не буду она у вас на экране скажу только что это произведение великого композитора антонио вивальди эта композиция трогает все фибры и раскрывает все чакры вот прям советую очень красивая музыка душевная и позитивная качество записи великолепно я приложу по ссылке в описании два варианта флаг и dsd 64 разница звучание есть чуть не забыл наушники прекрасно справились и сумели передать все нюансы атмосферу данного великолепного произведения друзья сегодня мы закончили спасибо вам за ваше внимание и время и вновь я хочу вас попросить не забыть подписаться на все наши соцсети отдельно заостряю внимание призываю вас подписаться на жутью чтобы в любом случае оставаться на связи и не зависеть от обстоятельств ну и конечно же лайк и колокол новая встреча не за горами будет интересно все ссылки в том числе на музыку ниже закреп ребят хорошего вам звука доброго здоровья и очень скоро увидимся пока пока